соответственно уже с сбербанка был какой-то технический сбой и ну в общем продолжим я думаю что мы очень много упоминали в трампа в обзоре поэтому сразу нам дали понять что не стоит система сразу отказала сейчас подгрузится сбербанк так ну в общем картина такая у нас пройден уровень 155 и дельта ну начиная с 6 числа никак не может успокоиться все на продажу так что триггеров пока относительно модели расторговки недели пока еще сигналов маловато ликвидность неплохая идет но она пока на на стороне селлеров да кстати появился новый индикатор вейс вейп о нем детально будет как раз вот в среду я на выходных проведу анализ соберу статистику по его эффективности по его слабым сильным сторонам и дам какой-то вердикт так как он недавно появился буквально на этой неделе пока да он есть он работает в кластер профайле по крайней мере был ну видимо сейчас чуть настраивает еще ну мне пообещали что на выходных я смогу его хорошенько поюзать так возвращаемся к просмотров где же у нас были какие активные уровни вся неделя в принципе как видите была на стороне селлеров по диапазонам выделим сейчас с марта коридор самые такие примечательные в сессии это 7 и десятое число тут зашкаливала дельта почти по миллиону каждая сессия и коридор который стоит выделить это 10 11 здесь два дня прям в одном целом коридоре агрессивно работали ребята на продажу оставили след немаленькие 157 ну и соответственно 155 и 6 давайте поставим это качестве сопротивления то есть это маячок если вы будете покупать вот этот диапазон нужно отслеживать на предмет повторной агрессивности селлеров на всякий случай плотненько вот два дня формировали массив на шорт и потом еще 12 числа ушли очень активно поработали здесь давайте захватим коридор тоже в сто шестьдесят 1 800 8 и сто шестьдесят три шестьдесят обязательно возьмем на заметочку качестве сопротивления ну и сама верхушка тут 165 20 по 166 40 тоже отметим качестве сопротивления пока еще я не рекомендую заходить долгосрочно на покупку как минимум ждать хороших новостей и фундаментально обоснованной активности на покупку триггеры форме начала формирования разворотной структуры хотя бы должно быть 3-4 сессии на хорошей дельты на покупку и на хорошей ликвидности ликвидность была неплохая сентября можно даже с 2015 года посмотреть у нас серваки хранят много 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 данных что позволяет проводить исследования на рынке находить разные закономерности модели поэтому не упускайте возможности как будет свободное время обязательно свой инструмент посмотрите на истории во всех его сейчас я график растянул сильно вот платформа в ожидании тестирования тестирования 151 148 и 40 возьмем как поддержку ближайшего и вот здесь все и может случиться ну пока еще не факт что именно этот уровень будет оставить но то что он важный это точно те кто здесь заходили давайте посмотрим по дельте какая там была активность значит плотненько работали две недели здесь даже почти три байера всю неделю тут поработали еще одну неделю на будущее те кто недавно интересуются объемным анализом и формой в принципе в целом дельта как как данная в разнице в ликвидности со стороны биты и ликвидности по ask сколько я инструментов не исследовал не изучал не вкопался в этих данных даже тренд на рост периодически будет проскакивать дельта селлеров вот допустим здесь идет рост до самого максимума до 182 видите там четыре дня байеры там две сессии селлеры периодически сбрасывают позиции участники и это как раз отражается не будет весь рост идти всегда дельта на покупку это стоит учитывать и просмотреть свой инструмент как с какой периодичностью сбрасывают крупные участники позиции чтобы не ну скажем не фиксировать ложных сигналов что вот все тренд закончился появилась какая-то дельта на продажу сразу нужно сбрасывать это специфика каждого инструмента разная так как на фондовом рынке одни участники и определенного масштаба и вес на том инструменте на другом на серебре свои и там своя немножко специфика и ну у каждого инструмента свой как говорится характер поэтому свой инструмент который вы торгуете прослить просмотрите на хотя бы за год котировку вот как отпечатываются тренды на данных по объему и по дельте заметьте я закономерности как у них происходит в этот цикл и учитывайте его в дальнейшем так даже вот как видите шорт сколько здесь шесть дней подряд дельта на шорт и два дня маленькая дельта на покупку но это явно сбрасывали позиции и эти сбросы они ненадолго коррекцию создают абсолютно немного так вот этот скорее всего вы выносили стопы ну это мы учитывали и так сто сорок восемь и два по сто пятьдесят один решающий момент и очень агрессивно заходили как раз вот вот эти ребята давайте захватим еще сто сорок четвертую почти сто сорок пятую и сто сорок семь сейчас я их отдельно выставлю вот у нас один коридор а это 2 по идее те кто формировали покупки еще по сто сорок седьмой сто пятьдесят первой ну как минимум должны активироваться так что в решающий момент будут отстоят они этот уровень и либо же нет плотность коридора сейчас его по ликвидности это сейчас чисто объемный массив выделяю 100 152 и 2 по 147 и 8 это чисто ликвидный коридор здесь непосредственно активности точки активности байеров так ну весь коридор со 180 пока не смысла отмечать мы все равно будем сбер смотреть в следующую пятницу посмотрим чем закончится этот шортец если будет опек результаты более позитивны для нефтянки в плане там сокращение добычи и так далее либо еще какие-то правила ведут может все-таки уровень удастся удержать ну в общем сигнал они очень хорошие для байеров пока еще не время ликвидность появляется но дельта даже даже чуть-чуть не засвечивается так как сценарий возможный корректировка выше 153 вот этот участок может быть проблемным то есть корректировка если произойдет то примерно заканчиваться она будет в районе 157 и там уже будет понятно как они будут на том уровне работать посмотрим теперь газпром том же ключе так на газпроме ликвидность буквально вчера немножко до 4 миллионов был скачок а так в принципе в районе двух с трех миллионов идут торги на этой неделе то есть какого-то ажиотажа вот только вчера был по дельте на газпроме идентичная картина даже немножко хуже ну я уже неоднократно говорил что с газпромом какие-то происходят нехорошие чудеса он сдает позиции и он давненько уже катится 2 и 8 миллионов пока пиковая была дельта и 2 миллионов буквально вот в конце февраля март весь фактически за селлерами из ну вот активность не прекращается если не учитывать эти две сессии сброс позиций с 23.03 как начали и до текущего дня давайте посмотрим что там с сентября на газпроме так нужно дальше видимо погрузить данные вот видите газпром тоже своя специфика четыре дня байеры три дня сервера снова четыре дня байеры тут прям хорошо постарались да на газпроме тут у ее так 136 обязательно возьмите по самую вот 134 туда по дельте и ликвидность активно коридор очень важный из ближайших тоже таких габаритных массивов это 130 по 128 берем этот пик по ликвидности ну тут и так видно что плотно проторговали и отметим это как важный коридор ближайшие на сопротивление собственно восстановление акции и долгосрочно смотреть на покупку если брать расчет именно с этой точки желательно при возврате на этот коридор и еще желательно чтобы там сформировали площадку инвесторы которые уже получили уверенность и получили информацию о том что уже можно покупать ну нужно перейти на недельный таймфрейм итак по неделям тут каждая неделя на шортах вот этот коридор крайне важно выделить 144 по 147 тут все просто шортили так 2013 год и поставим здесь ладно пускай так подгружается фактически за четыре года мы сейчас будем смотреть котировочку это немножко времени займет так как ну каждый ки каждый трейд подгружается так странно чего это тут а я понял чем фильтрацию не анализировал сервак еще вот этим фильтром новым поэтому они там не подсвечиваются хоть ликвидности есть и так и проще будет наверно так сделать мы сжимаются в шкалу чтобы агрегация шла в быстрее что такое ну в принципе здесь хвосты в основном идут и то тут у нас получается 36 миллионов 67 но ним не маленькие такие объемы из последних у нас 34 и 27 ну 24 миллиона самая последняя такая крупная неделька объемной площадке как видите не предвидится мы вышли как говорится в открытый открытые пространство уже тут в основном хвосты реверсивные недели были из немаловажных уровней 124 как раз в него упорлись и вот две цены это 120 и 121 возьмите здесь ликвидность было все остальное просто тестирование касания реверсивных недель ну по факту сброс топорей фактически в общем печально выглядит газпрому и отталкиваться нечего судя по срезу последнего месяца де-факто может даже быть намек на сброс топорей перед закупкой но фундаментально пока на это основ основательных причин нет ну возможно восстановится как-то ситуация сирии нефтянкой и опек может быть на руку будет ну это уже нужно дождаться ну в общем долгосрочная пока режим ожидания по пока еще ждем сейчас недельный вернул на дневной пускай подгружается когда на рынке паника и ажиотаж уровни должны отрабатываться на очень крупном объеме то есть когда крупный инвестор который пытается удержать цену в своих позиции ему нужно остановить просто невероятное количество эмоционально подпитанных участников которые создают ликвидный противовес против такого крупного участника поэтому основательно если разворачиваться газпром будет это должна быть очень хорошая ликвидность и не один день то есть это неделька как минимум на повышенных оборотах должна пройти но это там на три месяца если смотреть на 4 на год на полгода как минимум коридор так давайте посмотрим рубль теперь у нас значит открытый интерес на срезе с декабря за два контракта фактически ну не пиковый но и не на самом нижнем уровне пока вот чуть-чуть открыли позиции относительно вчерашней сессии и четверг относительно среды тоже с открытием позиции были и единство числа относительно понедельника под после сбросика стопорей как раз вот заходили 12 немножко сбросили там само собой и 57 судя по всему как видите начали уже раз два три пять сессии 6 7 8 сессия на 57 и ответ на реакции пока нет 13 число 174 дельта на стороне селеров опять же тут открывали позиции если смотреть с открытым интересом было три миллиона сто семьдесят восемь и стала три двести двадцать шесть ну неплохо под дельте и ликвидность хромает правда значит относительно агрессивности с шестого вернее с десятого числа вся неделя была на стороне селеров и сессия за сессией расширяли коридор на пятьдесят седьмую посмотрим клацер профайл сейчас и еще спот захватим итак ближайший вот ликвидный коридор 240 420 возьмем 57 это вот этот массив и 2 еще локация уже пятницы плюс прошлые недели это 57 вот с копейками ну он как ориентирный нельзя сказать что он прям опорный но важно за ним его отслеживать пять дней было в агрессор на продажу и фактически каждая сессия формировала ядро дня как коридор селлеров тут тут потом здесь и вот самый участок тут сейчас мы на 15 минутном таймфрейме выделим их более детально не будем здесь набрасывать много линий все равно потом трудно разобрать а вот на 15 минутном таймфрейме сейчас выделим более детально и сейчас вот у нас самая активная была это 77 процентов четверг остальные были в районе 5 тут маленькие были дисбалансы и подбирается 3 процентом у нас уже пятница шпилька на сброс топорей был судя по маркету тут на все недели если обратить внимание то любое открытие утром сразу уходили на расширению тут тут даже тут попытались открылись и ушли сейчас пока вот остановили снижение но это в принципе отчасти могло быть связано с тем что сбрасывают четырех дневный шорт и перед выходными тем более плюс праздники немножко в рынок спокойнее себя ведет вернее участников не так много и активность меня агрессивность снизилась так надо поменять на рубль так сейчас посмотрим спот там уже будет более чище картина так значит порву и давайте выделим ядро недели вторник среда отличились и мы незамедлительно фиксируем 850 по 750 включительно плотный диапазон очень отличился понедельник тут прям зашкаливает ликвидность 58 200 по 58 210 даже захватим 240 58 190 по 240 это вот то что утром понедельник сразу видимо знали уже как действовать тут прям видно с утра пошла агрессивность на продажу по дельте и уровень не пустили выше вот это как раз и отработка уровня в котором размещаются допустим селлеры создают дисбаланс и идет защита де факту как бы отличный пример того как важны непосредственно уровне где фиксировать открывает позиции непосредственно вкладывают кэш для дисбаланса и значит это у нас пятно ликвидное по четвергу тоже утром открываются позиции сразу же уходит рынок вниз то есть каждый каждое утро если посмотреть ну кроме среды хотя нет 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 среда тоже с открытия сигнал вниз потом уже восстановили немножко до америки до 58 и а потом с америки сразу же вниз ушли и пятница не отличается то же самое с открытия ушли на 57 ниже пока вот стоят периодически проскакивала дельта на шорт но преимущественно пятница выглядит вот так это срез каждого каждого дня по кумулятивной дельте то есть накапливается дельта и как она динамика выглядит вот утром были какие то я думаю что это сбросы позиции сейчас посмотрим по открытому ну да тут вот немножко сбросили открывать уже начали здесь тоже периодически и сбрасывали тут сброс в общем пятница здесь явно кто-то сбрасывал кто-то спекулировал и неуверенно себя ведет профиль да и полипидности там пониже была активность но ключевая сессия была в четверг и в понедельник еще немаловажный уровень возьмем четверг плюс пятницу вот этот массив следите в относительно него как будет плясать понедельник вот вторник принципе если контроль за селлерами так и остается вполне резонно ждать сценарий тестирования 57 280 300 либо же как раз по системе 457 470 далее если за селлерами остается контролю они в принципе должны снова на давить и все-таки пробить 57 противном случае можем увидеть флэт какой-то период пока будет накапливать если это байер и будет создавать перевес и дальнейшее уже становление с этой площадки то есть защита этого массива ну как видите пока до 17 00 открывали позиции сколько там у нас получилось суммарно 2 и 4 по дельте 33 ну по сравнению с четвергом 174 тонны мало дельта но вы видите понедельник и четверг ключевые уровни так ну без спота здесь не разобраться поэтому предлагаю незамедлительно переходить на спот и смотреть что там произошло так сейчас я проверю так видите в покупка чего 400 т куда делать я просто за чатом не смотрю постоянно пятницу покупка 76 дельта а это спот сори сейчас вот куда делась ну рынок оценивать с точки зрения что есть кто-то один крупный и это он совершать какие-то действия не стоит есть много участников и много крупных участников и они тоже бывают неправильно рассчитывают свои силы могли реально заходить на покупку и вот так вот их наказывают сейчас легко поэтому учитывайте что крупных участников много ну как много их ни один ни два ни три и они не дружат все сразу не и они ни в одном садике росли то есть они тоже между собой конкурируют и и кто-то зашел крупный его наказали вон целую неделю тащили вниз есть центробанк еще интереснее участник ну в общем вот так вот сейчас мы возвращаемся на спот или это ваша была позиция 433 дельта так переживали куда делась скорее всего ваша так ну примечательная дельта на шорт как было 30 числа вот 355 тонн на этой неделе не наблюдалось но в любом случае это же томик выделим диапазоны где все-таки проявляли активность серверы понедельник вторник среда вот три точки где замечена активность этими ребятами возьмем на заметочку дельта на покупку как видите ну по сравнению даже с котировкой с сентября вот сравнение если смотреть но первую очередь нужно посмотреть объем под линеечку ровненько видите четыре сессии прям как будто компьютер сам покупал продавал это предвестник контролируемого рынка я бы так это назвал на обзорах часто вы могли видеть по нефти мы фиксировали такие ситуации по валютному рынку были когда вот четыре сессии он ветер в жизни если представить рынок любой рынок там не знаю колбасной или вы же даже автомобильные чтобы прям вот пять дней подряд линеечку ушла любильность одинаковое значение было да не в жизнь ну вот на контролируемых рынках такое есть значит ну не столь важно факт того что мы это зафиксировали и на заметку взяли в ликвидный коридор тут 56 25 по 45 а вот по сейлером коридорчик с понедельника вторника нашли вот еще начать тверк 56 60 принципе 56 40 56 60 если байера не смогут этот уровень про бить и расширить на брата на все седьмую то вполне можем потихонечку двигаться дальше на пробитие 56 если бы сильная затарка была пока вот видите не ажиотажно работают похоже что системно в рамках контролируемых каких-то оборотов потому что ну вот ликвидность две недели фактически идет одинаково если ради смеха еще посмотреть 3 миллиона 103 300 3 200 350 и здесь очень мало ликвидная пятница ну это говорит о том что участники рынка ждут информацию ждут подтверждения ждут результатов каких-то начиная от опек заканчивая вот этими конфликтами и отчетностями так вот такая картина в общем на споте в плотный коридор селлеров сит 88 и 2 кстати тоже нужно отметить вот так вот плотненько защищаются уровни а у нас тут их немало этой неделе так теперь еврик на блока российского рынка мы завершили 37 минута меня попросили отмечать чтобы можно было потом ссылки на тайм-коды добавить 38 минуты до удобно по навигации когда сразу нажимаешь и начинается с того места где необходимо так погрузился еврик и значит по оборотам у нас корзина вот такая от сравнение с контрактами декабрьским и мартовским ну вот в районе стат оборотов но не аномальная то есть ажиотажа как такового пока на контракте в июньском не обнаружено по часовому контракту на евро тоже ликвидность идет ровненько без вспышек тоже видимо ждут но однонаправленная 31 числа по текущий день только на покупку в принципе как сценарий массив базовой формировали здесь это был маневр на сброс все кто не не свои и дальнейший уже сценарий ждем пробития 07 как подтверждение того что здесь загрузились на покупку посмотрим сейчас под к этому интересу так ли это да 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 вот здесь вот весь период открывают позиции вот у нас с вот этой сессии то есть это все открытие позиций и поставлю я отметку где начали оборотики открывали кровали кровали ну как подтверждение хорошая пробить 1072 обязательно то есть что пока они тут стоят может быть и потом сброс позиции нужно обязательно расширить их и на хорошем объеме так вот такая картина по еврику еще давайте посмотрим текущий чисто текущий контракт текущий пGrак в общем открытый интерес и отметил там где был рост открытого интереса и так ядро контракта то есть самый основной уровень где больше всего было оборотов мы фиксируем 68 по 714 но здесь первую очередь большое большой вес имеет вот этот массив и как ориентирный он один из ключевых потом ступенчатая модель на продажу мы фиксируем один коридор 805 08 05 и второй массив уже у восьмерок был тут 860 2 по 827 сейчас я поставлю отметочки это один коридор а это второй коридор 2 блочная модель на продажу тут неплохо себя показала ну и смена активности ждем по сути пока не будет выше 0 720 ну желательно не только дойти до этого уровня но и хорошенько пробить в ориентир 750 и уже тогда на коррекции можно будет попробовать поймать подыскивать каких-то покупок с подтверждением естественно посмотрим что там у нас по средневзвешенной так ну в районе 68 по последним данным за этот месяц первое второе отклонение ну да как раз вот здесь вот будет в принципе приемлемо дождаться пока не будет там котировка лучше пока не лезть покупочки фунтец не в этом дело в моделях нужно дождаться подтверждения то есть есть уровни которые рисковые средний риск потом менее рисковые и уже самые такие более надежные котировки ну если торгуете используя модели в принципе вы тоже должны применять это то же самое когда голова и плечи в модели в техническом анализе там более надежный критерий пробития линии шеи на хорошем импульсивном движении то же самое в объемном анализе какие-то определенные ключевые точки по ликвидности должны быть пробиты то есть это более но в более надежный показатель чем до вот этого уровня то что пока там не пробили тот уровень могут еще солярую контролировать процесс и потом еще раз надавить и уже будет смена динамики так это у нас фунт тоже по объему особо не выступает видимо весь фин вверх ждет каких-то изменений какой-то информации и особо никто не спешит открывайте позиции по открытому интересу тоже не разбериха открывает закрывает кровать закрывает какой-то определенной динамики не наблюдается но посмотрим что там на неделе этой все-таки было так у нас 240 ну в общем на месте стоит пока без особых отклонений не в плюс не в минус то есть не фиксит и не закрывают ну потихонечку сползает но не аномальным нормальных каких-то серьезных изменений пока не видим так март это чисто за март пиковое значение критового интереса было в начале контракта 258 сейчас уже заметили как про brexit начали все меньше вспоминать вместо brexit а у нас теперь сирия потом еще что-то придумают лишь бы отвлечь от истинной истинные проблемы все что угодно только не чтобы мы не не обращали внимание на действительно важные вещи и так отметил постоянно появляющуюся активность байеров в этом коридоре начиная с конца марта также немаловажные тут уровни еще 24 15 тестируют они уже энное количество раз зафиксируем и вот это сопротивление которое второй день почему-то боятся пробить 26 15 по 25 75 вот такая вот была активность потом энное количество раз на этом уровне опять же сомневались и повторяется такая же история по дельте все неплохо шло 6 числа были байеры и сегодня видимо сбрасывают эти покупочки на всякий случай от греха подальше скорее всего это именно так ну с 2008 года были разные периоды на рынках но замечено ну я лично заметил когда достаточно смутная ситуация на рынках но перед выходными очень часто сбрасывают сделки то есть понедельника уже будут смотреть и тогда уже открывать новые то есть это видимо психологическая такая модель повторяется на многих рынках как раз когда печально вокруг на рынке и боятся участники так здесь и 48 мая по плотненько возьмем 2445 это коридор у нас будет уровень повторяющуюся активности страны байеров и ядро контрактом на данный момент 25 20 по 24 85 ну плюс поддержка тоже не слабый там объем прошел и сопротивление де-факто как бы они уже подобрались осталось немножко надавить это 25 75 26 20 по ликвидности ситуация ровненько ровненько прям вот как вот эта неделя ведь он похоже сама королева принимает участие так сейчас опять отключится система не будем вспоминать про королеву так идем дальше индекс доллара ну я думаю что brexit на самом деле был первым звонком развала вообще евро зоны зоны там испания уже на подходе со своими проблемами у меня там тоже уже 96 процентов ввп долг ну как сказал один этот банкир я вам говорил рассказывал по нему если франция начнет уже выходить из еврозоны тогда все франция крупная страна еврозоны и ее стоит усчитывать так индекс доллара вот такая у нас картина открыт интерес заходили ну понятное дело тут и заходили значит 10 11 у нас две сессии и они были как раз агрессивные на продажу это хорошо люблю когда соответствует динамика дельта и ликвидность все как положено фактически так ликвидность тоже под линеечку поэтому тут вот есть такое понятие фраза контроль не управляемый взрыв вот это кто ну в общем горнодобывающая индустрия кто оттуда тот должен знать фиксируем сто один ноль шесть сто один двадцать ядро этого всего действия у нас сто по точка тридцать по сто точка шестьдесят три немаловажный уровень это вот этот вот коридорчик девяносто девять шестьдесят семь по двадцать девять сорок два двадцать девять сорок два помните я на ул стрит онлайн часто упоминал ожидания экономистов крупных американских финансистов на предстоящий год ну много чего уже случилось вот именно так как там было написано и там помню был такой момент ну конфликт израиля и там соседние враждующие страны с ним очень там схватка будет серьезная пока вот все все так как там было написано так трамп президент причем помните еще перед выборами трампа часть участников в чате говорила что будет хилари и так далее но в том ожидание было как раз за трампом удивительном тогда не верилось что его выберут судя по всему теперь уже придется верить так ну в общем то давайте выделим эти уровни какие у нас по агрессорам так ну в общем четверт отличился по открытию позиций и пятница смотрим кумулятивку ой это рубль сори мы индекс доллара смотрим сейчас переключить на 15 минутам таймфайме забыл подгрузить и так полторы тонны дельта у нас суммарно вот тут прошла на 100 точка 55 по 100 точка 73 плотность по ликвидности можно зафиксировать еще еще немаловажный уровень 100 точка 46 и сейчас мы это все посмотрим с точки зрения дельтами 100 точка 89 по 98 тут массив в начале недели сформирован дельта подтверждает активность селлеров чуть-чуть сместим коридор 87 по 95 обратите внимание на плотность активности селлеров вот коридорчик ну в общем коридор очень важный ядро недели и крупный массив и дельта на стороне селлеров пробьют али не пробьют это уже мы будем следить на следующей неделе активность раз сопротивление два ну в общем то если индекс доллара опять уходит ниже 100.20 есть предпосылки на восстановление вот этого вот этой динамики на снижение так идем дальше Австралия за всю историю Америки не было ни одного президента женщины в Америке поэтому Киллари поставили специально чтобы точно Трампа выбрали потому что ну никак чтобы он там не рассказывал этот Трамп все равно его выбрали отчасти за по этой причине и так на Австралии обратите внимание на прошлой неделе и позапрошлой неделе ликвидность была идентична то есть там плюс-минус небольшой в среднем около 70 тонн на этой неделе вчера и в среду подскочила оборот до 114 тонн и 90 с копейками 93 коридор трех дней прям вот тоже под линеечку фактически ну вот этот хвост не берем вот понедельник вторник ровненько в коридоре 74 65 по 75 05 дельта у нас идет на байры с 6 числа стабильно буквально вот промежуток был но этот не считается пять дней подряд дельта на покупку начали тормозить снижение 6 числа соответственно сразу же нельзя остановить такой шортец и вот у нас пошел первый на дельте скачок ну де-факту должны удержать выше этого уровня поэтому как подтверждение как поддержку фиксируем и будем мониторить далее формируется ядро 76 15 по 66 я убираю пока вот эти уровни сопротивления значит тут у нас тут массивы на и ядро могут сместить а это скорее всего так и произойдет тут еще буквально в следующей неделе проторгуются коридоры и тут будет ядро контракта давайте возьмем этот уровень 75 40 по 75 75 для подтверждения что это разворот на рост нужно дополнительно еще такую площадку сформировать 2-3 дня если с нее начнут становиться на покупку то это верный признак что мы видим попытку толкнуть до 77 там уже будет вопрос полный разворот контракта но до этого было энное количество дней на шорт и с двух дней разворот ну надо подтверждение еще корректировку щупать можно спекулятивно но долгосрочно должна еще сформироваться массивность как раз на вот этом уровне ну либо же между ними то есть спекулятивно пробовать можно еще 75-20 тут промежуточная поддержка маленькая и так далее в общем уровни есть отмечены бренд бренд так возьмем за год котировочку так и двум так и так так и так и так и так и у нас получается решающий момент площадка здесь немаленькая 55 по 56 5 возьмем 3 месяца как минимум тут стояли их возвращаемся опять на 55 56 по ликвидности идут очень тонко то есть все рост идет без гиперобъема вот у нас был вброс тормозили этот шорт идут ровно и ликвидности не прибавляется пришли ключевому уровню то есть пробитие 56 57 ликвидность должна немножко побольше быть ну вот открывали позиции тут это все закончилось да в общем пришли на коридор и после выходных я думаю будет ясно что у нас по дальнейшему развитию нефтянки пока не увеличивается открытый интерес как и ликвидность тоже то есть неделя еще хуже по ликвидности чем предыдущая в среднем даже вот визуально оценивать дельта также не супер тут пошли уже вспышки шертов но после движения с 50 должны были фиксировать поэтому если будет все-таки пробитие 56 57 нужно отследить опек что там за решение будет то есть фундаментально должно все складываться тогда на рост и на коррекциях можно будет пробовать щупать очень ключевым подтверждающим фактором будет как раз пробитие вот этого очень очень затяжного массива ключевая махина просто и тут никак не могут пока толкнуть выше 47 с половиной массивность на поддержке тоже возьмите как ключевой уровень по 46 тут вон сколько времени побыли и 40 давайте округлим 50 о 48 и 7 пока тестились про 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 на следующей неделе дельта на бай ликвидность выше открытие позиции и тогда есть шансы на расширение если этого всего набора не будет то я вы еще подождал бы селька для полной картины лучше сравнивать несколько фьючерсов в том числе валютный рынок индексы то есть если на одном индексе происходит какой-то нестабильный папа по данным модель либо ситуация то нужно свериться с собратьями по рынку ну в плане допустим если snp то посмотреть там на индекс nasdaq к примеру либо russell если там тоже такой дестабилизации тогда подождать пока восстановится нормальная торговля если же стальные инструменты все в порядке ну значит на этом инструменте текущим к это внутри рыночная активность появилась новая так значит селька у нас получается его смотрим на срезе тоже за год какая так это у нас сель отметим вот этот период обязательно давайте поставлю вот так вот чтобы не мучиться и так самая плотная вот эта часть 53 50 по 52 50 самое вот прям сливки но можно смело брать по 54 с 52 в общем плотный широкие коридоры это все за счет вот этих трех месяцев вернулись дельта шла соответствующая причем обратите внимание это так как вступление обзора идут на рост и увеличивается дельта на покупку по аукционной структуре рынка там просто уже сложнее толкать на рост больше соляров появляется и поэтому и дельта увеличивают но увеличивается она мне не потому что они там фиксируют какая дельта у них это само по себе уже результат так ровно ликвидность идет даже ниже активность чем предыдущие три недели то же самое на бренд соответствую ну то есть соответствует активность на двух фьючерсах значит пока верим по открытому интересу у нас пропасть вообще последний прирост был у нас 2 апреля на этой неделе у нас 440 открыли неделю 415 открыли неделю и на данный момент ухты 211 объем открытый интерес ниже соответственно это плохие показатели для расширения за 55 то есть расширение вот этого уровня должна быть на то есть должен появиться объем 1 1 критерий потом открытие позиции дельта и так далее ну и фундаментальная причина это нулевая стартовая . первую очередь должны быть фундаментальные причины так зафиксируем 49 и 3 по папу по 47 и 5 это вот площадка которая послужила опорная . на возврат до 53 и потом уже идет 45 46 44 вот класс вообще три четверки по 46 поэтому на следующей неделе я думаю будет решающий момент как планеты сойдутся на пробитие 55 вот самое важное зафиксировать ложное это пробитие либо реально так золото теперь в конце у нас потратил традиции немножко меняются чтобы не так чтобы было разнообразие как последнее время мы поставили первым блоком российский рынок потом уже весь остальной и тот инструмент который был первый час последний на снг будет в конце так как по популярности просматриваем обзора но какие инструменты чаще смотрят так в общем как-то погрузилась то золото это хорошо да почти 300 тонн оборот был в одиннадцатого числа ну пока вот открывает позицию сколько то получается три дня рост пока ну остановки на золоте это у них частенько такое допустим вот раз два три остановочка и следите в понедельник вторник как будет расширять вот этот коридор пятницы то есть по сути если уходит сильно под пятницу то такая же картина сейчас немножко по волатильности разные моменты ну вот сессия раз два три пи пи передышка видите вот здесь не ушли ниже выше пятницы то есть ну это на разворот на покупку а там на продажу вот вот по типу такого только с пятницей текущие если будет то можем продолжение роста увидеть в противном случае либо будет волатильность туда обратно и всех выбрасывают в общем ну край это нижние уровни четверга то есть это могут сбросить байеров вернее да байеров сбросят потом уже сейчас посмотрим по дельте будет расширять за 290 ну видите модель и дельта соответствует 11 тонн было 11 тысяч дельта 11 числа 9 ну в общем ключевые дельты как видите сейчас около десятки восьмерки за сессию за день а тут три дня подряд и они все были на приросте открытого интереса если торгуете золотом принципе присмотритесь если сильно затянут корректировку либо там будет какой-то фон на основе то край то есть рассматривать еще сценарий на покупку ну до 60 то есть вот этот уровень должны точно не пустить если байеры отпустят этот уровень тогда лучше нее низ 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 не за ждать покупок до лучших времен дельта тоже сколько нового пока вот немножко спустилась но это понятно перед выходами так ага 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 мы вышли на новые цены ну 344 это вернее 44 315 о это 1 массива 300 3 2 следующий такой блокпост будет тут два таких крупненьких массива потом идет уже 40 по 59 так это у нас золото и snp в самом конце это и 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 этой неделе давайте сейчас погружу за контракт агрессивность идентичного характера была 22 до 22 числа идентично тоже по этой же цене прошел у нас выброс 11 и как возможно сценарий предстоящего роста либо же закупки это как раз мы наблюдаем часть модели снятия с топорей соответственно нам нужно учитывать ядро недели сейчас мы его зафиксируем плотненько постояли здесь недельку тут и вторник и среда и четверг оставили объемы и что немаловажно вот по кумулятивно если посмотреть эти точки смены общей дельты за день несколько раз меняется даже а а а а а а итак как возможный вариант не исключено фактически если понедельник вторник там среду цена возвращается в этот коридор можно увидеть модель снятия стопорей такая модель с вопросом но не вариант то есть ну не исключено нужно быть готовым ко всему и так 23 25 25 по 23 26 островок островок надежды на поддержку 23 25 и 50 вот были здесь появлялись пайры но общая дельта по ценам как бы суммарно даже они не особо приоритетны то есть ликвидность их никак не отразилось поэтому осторожнее ну в любом случае с такого небольшого массива заходить на покупку будет рисково и так расшатывают market как вы видите в четверг полотильность уже увеличили и в пятницу пошла в основном дельта вот пиковая была 8 тонн за 15 минут на из таких интересных ситуаций давайте зафиксируем еще некоторые уровни и будем заканчивать вот самое интересное посмотрите на 12 11 число особенно вот на 12 на структуру поведения котировки то есть открылась америка и туда обратно целый час то есть собирают всех кто-то грузится поэтому собирает всю всю мелкую тюльку на крупные вот эти исполнение ордеров потом еще полтора часа туда обратно и здесь тоже самое целый день то есть на разных только уровнях жуткая сессия вот такая же картина в одном коридоре полтора часа тут 4 15 минутки тут там две точно было показывали вроде реверс и на следующий день уже реверса нет так что вот так вот вот этот уровень тоже смешно прям наблюдать как прям одну цену просто до давят и все итак по итогам почему я за модель снятия стопорей завел речь очень плотно ядро недели проторговали как раз вот ключе дайте на покупку и если возврат до 38 40 42 будет крайне проблемным для и сын пивом даже сюда не сможет толкнуть цену выше 42 то я бы покупки отложил долгий ящик пока это не это плохо для для покупок то есть нужно вернуться как минимум на ядро недели это во первых и и вернуться достаточно уверенно на хорошей ликвидности пока вот мы ниже ядра соответственно но сценарий на продаже не исключен не исключаются и рассматриваются наравне с покупками плотно четверг вот здесь вот целеры прям видно дни продажи и были вот коридор 3 4 по 37 возврат понедельника до этого уровня ну можно зафиксить как сопротивление пощупать на предмет там открытие шортов но учитывайте что это уже длится сколько тут уже нас раз два три 4 5 5 подряд сессий и ключевой уровень 24 если будут пробивать то тоже должна появиться ликвидка топовая сессия был 11 миллион восемьсот вот в этом контракте таких несколько всего лишь сессий было буквально 3 ваши 2 и 6 самое крупное по ликвидности соответственно эту сессию берите в как ориентировал по уровням приоритетные открывали позиции 12 последний раз ну видите не сильно уверен индекс то есть сказать так чтобы ажиотажно то есть на шорт тоже сложно я думаю что еще будет коварная расторговка этого контракта просто так они весной не сдадут и максимум поиски это уже стало понятно по действиям никого правителя нет никого государства за берегами океанов далеких вот так что но уже как бы стоят немало фактически сначала контракта заморозили коридор 23 по 24 и не туда не обратно всем спасибо что пришли не забывайте до следующей пятницы либо до среды в но открытом вебинаре встретимся всего на лучшего если будете смотреть записи видео на youtube ставьте в какие-нибудь лайки поддержите канал и вам хороших выходных попутного тренда берегите себя до новых встреч до свидания пока